Игра в Blitz на планете, получаешь человека с таким довольно интересным ником, вспышка, рейтинг за 3000, немного, испанская партия, к счастью, разменный вариант с играми не был, поэтому есть надежда на какое-то более весёлое развитие борьбы. H3, модный до определенной пары вариант, не допускающий контратаку Маршалла, правда, последнее время после D3 даже чёрные стали играть D5, но здесь D5 вроде как тем более напрашивается. В принципе, включение кодов с ломбы 7H3 должно быть в пользу чёрных, но вот очевидно моего соперника даже в планах не было брать эту пешку. D3, могу ли я пойти ферз D7 и продолжить игнорировать игрозу пешки E5? Наверное, в принципе могу, будет ли там достаточная компенсация, другой вопрос. Если же так не играть, то надо каким-то образом защищать на E5. Есть ход ферз D6, а там правда конь D2, то есть она начинает выпрыгивать на E4 с темпом. Может быть в этом нет ничего особо страшного для меня, то есть вот можно пойти ферз D6 и на конь D2 просто ладя D8. И теперь на конь D4 есть ход ферз D6, и вроде как координация у чёрных фигур достаточно неплохая. Другое дело, что на вот эти вот довольно пустые рассуждения я потратил уже практически минуту. Так, он G3, висит теперь на E5, попробую сыграть с лунцей 5. На взятие на E5, понятное дело, что повиснет на G3. Белл надо что-то делать, как-то отражать угрозу ферзу G3. Не совсем-то непонятно, как это сделать, то есть, вроде как конь E4 можно пойти, но конь только что оттуда пришёл. Выглядит не совсем естественно. Может быть D4 всё-таки. Понятно, что у белых создаётся изолятор, но... Главное начаться какая-то конкретная игра с ходом слон C2. А так, у чёрных достаточно гармоничное расположение фигур. Слон D5, правда, сыграно быстро, а может быть я чего-то не вижу. Выглядит не очень убедительно за белых. Слон E3. Можно попробовать пойти даже F5, потому что на ферз Б3 будет конь А5. На конь G3, там F4. Давайте попробуем F5. Конечно, в вариантах мой король на G8, ладьян на D5 расположены не очень удачно. Но, может быть, тут конкретно всё срастётся. То есть, на конь D2 просто беру на D3, остаюсь с лишней пешкой. На конь G3, F4. Может быть, здесь ход конь G5. Конь G5, правда, H6. Да, вот поэтому вот соперник отдаёт эту пешку. Наверное, возьму. Особых у тебя показаний не видно. Слон 6, Cb. На E5 не забирается, потому что висит мат на G2. Да, то есть, соперник просто меняет ладью. Но теперь у чёрных комфортная позиция с лишней пешкой. Должны быть большие шансы на победу. Не факт, что конь D4 сильнейшее решение. Может быть, конь E5 было надёжнее. Но я пытаюсь как-то играть уже на матовую атаку. Может быть, зря. На E5 последует E3. В противном случае чёрные, видимо, сами придут F3. Конечно, слон на B7 в этом случае смотрится не очень хорошо. Но тут могут конкретные нюансы большую роль играть. Вот ферзь заходит на G3. И, видимо, белый начнёт сейчас терять пешки по одной. Очень большие шансы на победу. Ну да, ладью в 2 вроде как единственный ход, после которого не получается мата. Ну, забираю её приличное количество материала. И позиция у чёрных остаётся лучше. А4. Пытается мой соперник сразу найти какую-то хотя бы контр-рекру. Пойду ладь С8. Грозит ладь С1. Тут угроза надо защищаться. Конь F1. Так же тут напрячь. Не так много времени, наверное, пойдётся ускоряться. Пойду F4. Грозит ладь С1. Довольно корявый ход, если честно. Может быть сильнее было FG1. Даже наверняка сильнее было FG1. С другой стороны, после F4 связана ладья. Белому надо уже уходить пассивную оборону. Как-то защищаться от ладь С1. Так соперник и дело. Теперь я могу забрать на А4. Да, FD2. Вроде бы без особых идей ход. Веду слон D5. Король D1 последует слон B3. В дальнейшем ладья С2. И вообще, наверное, грожу слон B3 и ладья С2. Но позиции у членов абсолютно выиграны. Но времени мало. Случится может всякое. Конь H2. Слон B3. Да, завожу ладь С2. Видимо, выигрывается ферзь. Есть, конечно, ход F1. Но там совсем уже плохо белые фигуры стоят. Да, шах. Видимо, не получается выиграть материал сразу. Сделаю форточку. Заводит соперник ладью. Но теперь, похоже, придется возвращаться. Надвину пешку G. Конечно, сейчас белые начнут давать шахи. Но могу уйти на G8. И шаха ладья С8, кстати, нет. Потому что ферзь на H3 держит это поле. Да, в этом ладья С2. Уже 4. Пешки идут. G3. 7 секунд на часах. G2. Проходит, похоже, второй ферзь. Думаю, что 6 секунд здесь мне хватит, чтобы заматывать соперник. Это, кстати, грамотное решение. Правда, есть маневр ферзь G1. На ладья F2. Забираю ладью. Забираю пешку. Веду второго ферзя. Должен успеть. Ну вот такая партия. Довольно интересный получился дебют. Возможно, на выходе с дебюта я играл не лучшим образом. Но для победы этого хватило. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok